МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на муниципальном телеканале. В студии работает Ирина Панфилова. Здравствуйте. И ближайшие полчаса о самых значимых событиях сегодняшнего дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Награды лучшим. В Петропавловске с профессиональным праздником поздравили работников транспорта. Город готовится к зиме. Промывку и опрессовку системы отопления провели жильцы более двухсот многоэтажек. На старте велосипедисты. В Петропавловске состоялась гонка на выбывание. Кто стал лучшим? А теперь во всем по порядку. В первое воскресенье августа в Казахстане отметят День работников транспорта. С профессиональным праздником специалистов этой сферы поздравил Акимобласти Ерик Султанов. Североказахстанцы, внесшие вклад в развитие транспортной отрасли, получили ведомственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма главы региона. Репортаж Кристины Горбаченко. Виновников торжества фойе театра встречают музыканты. Здесь же установлен стенд с самыми первыми, еще черно-белыми фотографиями транспортных узлов Северного Казахстана. Чествуют тех, кто обеспечивает связь между селами, городами и странами, доставляет грузы и перевозит людей в населенные пункты. Поздравления от главы региона Ерика Султанова, водители автобусов, машинисты поездов, пилоты самолетов и все, чья работа связана с транспортом, принимают уже в зале. Благодаря работникам транспорта обеспечивается стабильная работа и функционирование объектов промышленности, сельского хозяйства, бизнеса, социальной сферы и других жизненно важных отраслей экономики. Именно развитие транспортного комплекса занимает ключевое место в президентской программе «Норлажол» в масштабном инфраструктурном плане развития нашего государства. Сегодня в Северокостанской области ежедневно трудятся тысячи работников транспорта, диспетчеры и механики, ежедневно-технические специалисты, водители, машинисты и пилоты, обеспечивающиеся бесперебойную жизнедеятельность региона. За многолетний труд, профессионализм, за обеспечение бесперебойной работы транспортной отрасли, механик ТО «Партнер авто» Борис Патрушев удостоен ведомственного нагрудного знака «Курмете Автокуликши». А водитель ТО «Петропавловск-Норт» Андрей Илюхин стал обладателем нагрудного знака «Уздык Автокуликши». Вот уже 30 лет он управляет пассажирским автобусом, выполняет междугородние рейсы. Техника новая сейчас, намного лучше, удобнее. Желательно бы, конечно, просьба к пассажирам, чтобы они относились к нашей работе так же, как мы относимся к пассажирам. Десять специалистов отрасли получают почетные грамоты Акима области. В их числе начальник службы перевозок Петропавловского международного аэропорта Анатолий Маложенко. Сейчас, к слову, там началась масштабная реконструкция. В 2016 году воздушная гава начнет работать на полную мощность. Большое спасибо, что вы оценили мой нелегкий труд. Вот этот труд я отношу не только мой, это моего коллектива, которым я тружусь более 30 лет. Он, кстати, присутствует тоже здесь, на сегодняшней торжественной части. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы, Елена Компиневна, уделяете большое внимание нашему предприятию. Также я хочу от имени своего коллектива заверить вас. Мы вернем былую славу нашего аэропорта. Еще 16 североказахстанцам за трудовые заслуги Аким области вручил благодарственные письма. В подарок творческие коллективы подготовили праздничный концерт. О своих достижениях транспортники всегда говорят с гордостью. С прошлого года в 17 населенных пунктов региона стали ходить и рейсовые, и пассажирские автобусы. Ежедневно в нашей области автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом пользуются тысячи пассажиров. Перевозятся более 130 тысяч тонн грузов. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев, Новости МТРК. А из нашего следующего сюжета вы подробнее узнаете о тех, кто работает на железной дороге. Династия Докторенко – одна из многих, кто посвятил свою жизнь поездам. С помощником машиниста встретилась наша съемочная группа. Когда наша съемочная группа приехала в локомотивное депо, электровоз Сергей Докторенко уже прибыл к месту назначения. Тем не менее, помощника машиниста нам пришлось немного подождать. Перед сдачей важно тщательно осмотреть технику, и только после этого рабочий день считается завершенным. Сначала прадед, затем дед. Сейчас дело семьи Докторенко продолжает Сергей. Работать в локомотивное депо пришел в прошлом году. Всего здесь трудятся более 250 человек. Поездку прихожу с настроем, надо быть ответственным, бдительным сразу. Езжу на Курган, Петропавловск-Курган участок, также Петропавловск-Комск и обратно. Машинист подсказывает, учит, мой наставник. Рад, что работаю на железной дороге, продолжаю династию. История семьи Докторенко и десятков других железнодорожников хранятся в музее локомотивного депо. Здесь более 10 тысяч экспонатов. Биография и фото первых машинистов, детали и оборудование прошлых лет. Делали агрегаты тогда на совесть. Это был первый пятиосный русский паровоз. Он в 2011 году был сконструирован. И делали его в разных странах, не только в России. Делали в Румынии, в Болгарии, в Германии и даже в Англии. Особое претенание паровозы данной серии получили в военные годы, рассказывает экскурсовод. Были сформированы колонны особого назначения. И они были сформированы на 85% именно из паровозов этой серии. Когда была прервана блокада Ленинграда, то первый паровоз, который привез продукты в Ленинград, был паровоз этой серии. Особенно ценен для коллекции вот этот архивный документ конца 19 века. Телеграмма начальника строительства железнодорожного полотна. В ней идет речь о начале движения поездов. Первый отправился с перона Петропавловска 120 лет назад. Ирина Панфилова, Владимир Боровков, новости МТРК. Два миллиарда тенге в виде ипотечных займов взяли североказахстанцы с 2004 по 2009 годы. Но далеко не все теперь могут гасить долги. Порядка 800 человек в нашем регионе – потенциальные участники программы рефинансирования ипотечных займов. Этот проект стартовал по всей стране. Чтобы снизить процент проблемных долгосрочных кредитов, государство выделило 130 миллиардов тенге. Подать заявление на участие в программе может каждый, у кого возникли трудности с отдачей долга. Банки второго уровня рассматривают эти заявления. В случае отказа заемщики могут обратиться в североказахстанский филиал Национального банка страны. Здесь работает специальная комиссия. На втором ее заседании рассмотрели 7 заявок на участие в проекте. На сегодня банкам принято порядка 200 заявлений. Из них 115 банки утвердили и согласились. Когда банки отказывают официально, люди обычно приходят в Национальный банк. Но в данный момент, как вы знаете, создана в области комиссия. Вот комиссия рассматривает эти отказы. Мы хотим по возможности помочь людям, которые попали в трудное положение. Выпуск новостей мы продолжим сразу после рекламы. Не переключайте канал. Впереди еще много интересного. Строительная компания «Газградстрой» и жилищно-строительный кооператив «Наш город» продолжает строительство современного жилого комплекса «Козылжар», расположенном на пересечении улиц Жамбыла-Партизанская. Облицовка стен ведется на всех четырех подъездах на восьмых и девятых этажах. Также ведется подготовка по устройству кровли. Помимо всего этого, ведется остекление шестого этажа на всех четырех подъездах. На данный момент ведется отделка в двух подъездах. В первом подъезде на первом и втором этаже, в четвертом подъезде с первого по пятый этаж. Внесите первый взнос и станьте обладателем новой квартиры по минимальной цене. На сегодняшний день в 12-этажном доме нами реализовано более 80% квартир. Активно идут продажи 16-этажки и подземного паркинга. Также каждый четверг с 17 до 18 часов мы рады пригласить всех желающих на строительную площадку. Подробности по телефону 500-807. Строительная компания «Казградстрой» воплощает мечты в реальность. Я приветствую всех, кто только что к нам присоединился и мы продолжаем выпуск. Грабеж, вымогательство, нанесение телесных повреждений. В регионе наблюдается снижение количества уголовных преступлений среди подростков. В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних подвели итоги полугодия. Подробнее расскажет Гульнара Кали. С начала года в ювенальном суде рассмотрели 21 уголовное дело. В основном к ответственности привлекают родителей за неуплату алиментов. Совершают правонарушения несовершеннолетние. В этом году в одной из городских школ старшеклассник вымогал 3000 тенге у другого подростка. В итоге его приговорили к одному году ограничения свободы. А по два года за грабеж получили двое студентов Валихановского сельскохозяйственного колледжа. Они отобрали у одногруппника сотовый телефон. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается существенное снижение рассмотрения уголовных дел. Я считаю, что это свидетельствует о проводимой эффективной работе со стороны правоохранительных органов и других профилактических мер. Юристы советуют родителям внимательнее следить за кругом общения своих детей. Последнее время в целом по Казахстану участили случаи педофилии. Потому в Уголовный кодекс страны внесли изменения по ужесточению мер наказания для таких людей. Хотелось бы отметить, что с введением в действие Уголовного кодекса с 1 января 2015 года уже ужесточена уголовная ответственность за правонарушение против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Увеличены сроки наказания в виде лишения свободы. В настоящее время среди юристов, а также в стенах парламента республики обсуждаются законопроекты принятия дополнительных мер в виде химической кастрации педофилов. По словам служителей Фемиды, в нашем регионе фактов изнасилования детей стало меньше. В этом году в ювенальном суде рассмотрели одно такое дело, а в прошлом – пять. Гульнара Калей, Желдезбекер Муканов, Новости МТРК. Печальная статистика. В северном Казахстане над 10 тысяч населения приходит 13 умышленных убийств. Это самый высокий показатель в стране, говорят прокуроры. Сегодня они подвели итоги работы за полугодия и рассказали о резонансных преступлениях. Брифинг прокуроров области был оживленным. Сотрудники надзорного органа рассказали об итогах работы за полугодия. Заместитель прокурора области Арай Алимов об умышленных убийствах. Большая часть из них приходится на Петропавловск. В основном все эти умышленные убийства совершаются в результате распития спиртных напитков на бытовой почве, на почве каких-то различных семейных ссор. Неутешительная статистика и по суицидам. С начала года в области покончили жизнь самоубийством 7 человек. Пресечь удалось 19 попыток. А в прошлом году свели счеты с жизнью трое. На особом контроле прокуроров проведение госзакупок в госорганах. По их словам, это одна из коррумпированных сфер. Им удалось предотвратить ущерб, из-за которого государство могло лишиться 604 миллионов тенге. В городе Петропавловске объявили конкурс по строительству и ремонту автомобильных дорог в областном центре. На это из бюджета было выделено 177 миллионов тенге. Отдел жилищно-коммунального хозяйства Акимата города Петропавловска организовал и проводил этот конкурс. Восемь участников заявили желание участвовать в этой процедуре. Но каким-то удивительным и непонятным для нас образом победителем было призвано совершенно другое предприятие. Интересовались журналисты и ходом расследования смерти пятилетнего мальчика. Факт, что ребенок выпал из окна, не подтвердился. Известно, что у погибшего были разрывы внутренних органов, переломы ребер. Также прокуроры сообщили, что в городском суде Петропавловска к трем годам лишения свободы приговорили гражданина Алханашвили. В соцсетях он распространял различные провокационные материалы, содержащие признаки разжигания межнациональной и религиозной вражды. Гульнара Кали, Тимур Ахматуллин, Новости МТРК. Вы смотрите новости МТРК и переходим к другим новостям. Более двухсот многоэтажек Петропавловска уже провели промывку и опрессовку отопительной системы. В своем областном центре более тысячи сорока домов. И получать паспорта готовности намереваются далеко не в каждом. В чем причина, узнавала наша съемочная группа. Дом номер 65 по улице Сутюшева один из образцовых. Каждый год к отопительному сезону здесь готовятся заранее. На днях жильцы многоэтажки уже получат паспорт готовности. Оканчивается отопительный сезон. Проверяем все элеваторные узлы, систему отопления, заменяем, где там что приходится менять. Но если все нормально, начинаем уже договариваться с промывкой и опрессовкой дома. Иначе по-другому быть не может. Если мы сейчас не подготовим, а зимой тогда уже поздно готовиться. Но так поступают далеко не все петропавловцы. Многие не имеют привычки заранее готовиться к зиме. Из 1041 многоэтажного дома в городе уже провели мероприятие по подготовке к зиме. Это более 200 домов. Оформляют сейчас паспорта готовности. Мы, как жилищная инспекция, проводим еженедельно штаб по подготовке к отопительному сезону. И производится дворовой обход, на котором сотрудники жилищной инспекции разъясняют людям, какие мероприятия нужно выполнить, в какой срок. И предоставляют список организаций, которые осуществляют это со суммами, которые они это делают. В числе тех, кто старается поддерживать дом в порядке, собственники квартир кооператива Абая-61. В этом году жильцы многоэтажки отремонтировали систему отопления. Вот задвижка номер один, вторая, третья, четвертая и пятая. На всех важных точках задвижки новые. Правда, есть одно но. Промывку и опрессовку труб в этом году проводить здесь не будут. Жильцы считают, и без паспорта готовности дом зимой не останется без тепла. Промывку и опрессовку я бы, конечно, с удовольствием сделал, но средств не хватает. Не все аккуратно оплачивают ежемесячные взносы. Мы в месяц собираем по 15 тенге с квадратного метра. Потолок 37. Будем проводить собрание. Мы этот вопрос поднимем, чтобы не сделать не 15, а пускай 20. А жильцы этого дома паспорт готовности к отопительному сезону на руках не держали уже много лет. Все потому, что здесь нет даже КСК. Мы опрессовку не делали в прошлом году, потому что некому делать. Мы опрессовку в этом году не будем делать, некому у нас делать. У нас под самым подполом, под самым дождиком и водолетую зиму. Эта двухэтажка признана аварийной. В городском окемате жильцам пообещали новые квартиры. Однако пока вопрос решается, они вынуждены ютиться здесь, в сырости, в компании комаров и других насекомых. Сейчас у людей одна мечта – до зимы улучшить свои жилищные условия. Ирина Панфилова, Желдозбек Ермуканов, Новости МТРК. Как сохранить жилищный фонд? В Петропавловске создана управляющая компания «Голден Хаус». Она будет помогать всем домам, которые остались без формы управления. Какие услуги и тарифы предлагают коммунальные предприниматели? Подробности у Дениса Сивкова. В Петропавловске более тысячи многоквартирных домов. Возраст некоторых многоэтажек превышает полвека. Они особенно нуждаются в реконструкции и ремонте. Обслуживают их кооперативы собственников квартир. В областном центре их 560. Выходит, что фактически бесхозными остаются 250 домов. Именно для них в Петропавловске создана управляющая компания «Голден Хаус». Они могут заниматься управлением, заключая договоры с подрядными организациями, которые оказываются сервисные услуги. А также могут вместе координировать и функции управления, и обслуживания в одном лице. Если позволяет им штаты, своих специалистов, оборудование, квалификация и все, и так далее. Тариф компания установила 27 тенге за один квадратный метр. В штате «Голден Хауса» 35 человек. Это сварщики, отделочники, сантехники, электрики и другие специалисты. Говорят, в ближайшее время число сотрудников еще увеличится. Эта фирма имеет многолетний опыт работы и гарантирует высокое качество оказываемых услуг. Кстати, управляющая компания создана на базе строительной. В настоящее время КСК, как орган управления, не должен выполнять несвойственную функцию подрядчика. Для этого необходимо создавать управляющие компании, которые будут выполнять свойственные ему задачи, следить за техническим состоянием жилого дома, мест общего пользования. Воспользоваться услугами компании могут и те дома, которые находятся под управлением КСК. Сотрудники «Голден Хауса» опросили жильцов 20 многоэтажек. Все они не против работать с их специалистами. Хотелось бы, чтобы жильцы наконец-то поняли, что это нужно в первую очередь им, что они должны оплачивать всегда, все вовремя, потому что деньги нужны постоянно на обслуживание дома. Проблем в каждом доме очень много. Жилой фонд у нас, к сожалению, в большинстве своем старенький. Срок в среднем превышает где-то 28-30 лет. Вот, хотелось бы, чтобы все-таки до людей дошло, что платить нужно. Кстати, один электрик, сантехник или бухгалтер «Голден Хауса» может одновременно обслуживать несколько домов. Говорят, на качестве их работы это не отразится. А у хозяев квартир получится сэкономить на штате сотрудников и направить средства на реконструкцию и ремонт своих домов. Денис Севков, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК. Республиканская акция «Дорога в школу» стартует в Казахстане с 1 августа. В рамках проекта желающие могут оказать финансовую помощь школьникам. В Петропавловске в поддержке нуждаются более тысячи ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Эти петропавловцы первыми узнали о старте республиканской акции «Дорога в школу». В зале работники сферы образования, представители банков и бизнесмены. Они готовы помочь тем, кто в этом нуждается. Есть у нас определенный список в отделе образования детей из малообеспеченных семей, из многодетных семей, детей-сирот, детей-опекаемых, патронатных, детей, которые воспитываются в патронатных семьях. Вот несмотря на то, что идет большая помощь со стороны государства, выделяются бюджетные средства, все-таки вот ваше участие в жизни этих детей, в жизни этих семей, оно не останется для них незамеченным. В Казахстане акция «Дорога в школу» проводится с 2007 года. За это время помощь в виде одежды, руктехники и канцелярских принадлежностей получили тысячи свероказахстанских школьников. По итогам прошлого года оказана помощь на сумму более 10 миллионов тенге, в том числе спонсорами на сумму более 3 миллионов тенге. Любой житель или организация города при желании могут оказать бассивную помощь в подготовке к школе ребенку из многодетных и малообеспеченных семей. В этом году только в Петропавловске в поддержке нуждаются более тысячи детей. 45 из них – учащиеся второй школы. Акция в учебном заведении пройдет под девизом «Твори добро». Сейчас очень много многодетных, малоимущих семей, которые не могут собрать своих детей в школы. И необходимо вот это меценатство. В прошлом году выделено было 432 тысячи с фондой экономии. Мы детей наших одели, значит, обули. Также предпринимаем, мы тесно работаем с меценатами. Уже несколько лет подряд, собираясь ребят в школу, помогают депутаты, банкиры и предприниматели. Говорят, это стало для них доброй традицией. Оказываем помощь детскому дому-интернату. Это оргтехника, продукты питания, канцелярия. Деньги небольшие, я думаю, каждый может найти эти средства и время, чтобы оказать помощь детям. Потому что они обделены вниманием и так, поэтому, я думаю, надо участие принимать. Продлится акция «Дорога в школу» до конца сентября. В этом году на оказание помощи сиротам и детям из многодетных и малообеспеченных семей из местного бюджета выделено более полутора миллионов тенге. Ирина Панфилова, Владимир Боровков, новости МТРК. И о спорте. В Петропавловске прошла гонка на выбывание. В спортивных соревнованиях на скорость приняли участие порядка 50 велосипедистов. Легко ли далась спортсменам дистанция, расскажет Ксения Куценко. Правила соревнований просты. Шанс занять призовое место у тех, кто разовьет хорошую скорость. На старте две группы, разбивали их по возрасту. Гонка с выбыванием очень зрелищный вид. Очень хорошо проводить именно на стадионе. И у ребят получается хороший тренировочный процесс. И соревновательный опыт они набираются. Старшие будут ехать 14 кругов. И последние трое будут уже разыгрывать между собой призы. На каждом круге отстающих мы будем снимать. Вот поэтому гонка с выбыванием. А лидеры все остаются. Первыми преодолевают дистанцию спортсмены младше 13 лет. Уже после нескольких кругов можно определить пятерку лидеров. Они вырвались далеко вперед. Первый на дистанции Владимир Мугалеев. Теперь важно не потерять скорость и не совершить ошибку. Владимир легко с этим справляется и до самого финиша сохраняет преимущество. Было тяжело. Ехал первый. Ну, было страшно. Не ожидал, что выиграл. Были моменты обогнать. Но они уставали слишком. На последний круг не могли уже финишировать. Я уже отдал все силы. Участие в гонке принимают около 50 велосипедистов. И самое важное для ребят – почувствовать соревновательный дух. Проверить свои силы. Поверить в себя. Говорят педагоги. Это хорошая практика перед участием в более серьезных турнирах. Кстати, наши именитые земляки – сегодня главные кумиры этих ребят. Ребенка, который хотя бы полгода прозанимался на велоспорте, любого спросить, он знает отчетливо олимпийского чемпиона Александра Винокурова. На небольшой период времени приезжал чемпион мира Алексей Луценко. Мы Алексея запустили вместе с детьми. Они проехали два круга. Все были довольны рядом проехать с чемпионом мира. После финиша второй команды – долгожданное награждение. Показавшие лучший результат спортсмены получают грамоты и медали. Ксения Куценко, Владимир Боровков. Новости МТРК. Это была последняя новость выпуска. Всего вам доброго и хороших выходных. О погоде на субботу – 1 августа. День ясный, без осадков. Ветер южный – 3-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью – плюс 14, плюс 16. Днем – 25-27 градусов выше нуля. День ясный, без осадков.